Нано-кофе и настоящая космическая еда астронавтов. Эти необычные угощения прямо сейчас могут попробовать москвичи на фестивале «Нано-город». Всего на нем работает 8 различных тематических площадок. И самое зрелищное, конечно, бои роботов. Оттуда на прямую связь с нами выходит наш корреспондент Анастасия Тимунчева. Настя, приветствую! Ну, то есть, нано-еды там у тебя и нано-кофе, я так понимаю, нет. Но уже вовсю готовятся нано-бои. Кто с кем биться будет, расскажи нам. Да, Кадрия, приветствую тебя. Действительно, в «Нано-городе» начинается серьезное сражение. Два робота что-то не поделили и решили выяснить отношения на ринге. Мы вам их сейчас покажем. Итак, первый кандидат на победу в битве роботов – это робот Шелди с желтым корпусом. Его оружие – это такая пневматическая установка, которая позволяет его подбрасывать. Четыре с половиной тонны. Вот, четыре с половиной тонны, вы слышали. Ну и рядом… Это просто не робот-аген. И вот робот «Нан». Да, робот «Нан». У него… Робот «Нан» – это «Город «Город». Послушайте». Это потому что у один москвич, кто-то аплодировал. Итак, я вам пока расскажу про робот «Нан». У него главное оружие – это пики. Ну и создатели его, студенты физики, они делают акцент именно на пилотируемость этого робота. Но пока готовятся еще к поединку, готовят этих соперников. Я расскажу, что здесь есть, конечно, и другие роботы более мирные. Вот, Дмитрий, скажите, пожалуйста, есть здесь и другие роботы более мирные? Я смотрю, как они применяются. Ну, робот Московского технологического института является заведующим кафедрой робототехники. Он собирает информацию о взаимодействии человека и робота. И на основе этого мы статистику, чтобы лучше потом брони работали, ну, общались с людьми. А вот это скорее такое развлечение аттракцион, да? Да, дело в том, что, ну, МТИ, да, Московский психологический институт, занимается популяризацией робототехники в России. И битва роботов – это не что иное, как прямое доказательство того, что вот робототехника в стране есть, и она просветает. Есть люди, есть команды, которые готовы делиться опытом, работать с детьми. И вот каждый ребенок, который пришел сегодня на битву, впоследствии может стать робототехником. И это очень важно, я думаю, для страны. Поэтому вот такие планицели... Предлагаю сейчас посмотреть, на самом деле, впечатляющее шоу. Серьезно сражаются роботы. Вот, кстати, один из роботов вышел из строя практически, у него отлетела очень серьезная конструкция. Он может сейчас проиграть. Насколько дорого обойдется его ремонт? Это же, наверное, дорогое удовольствие так робота иметь боевого. Да, конечно, но мы помогаем командам, как административно, так и финансово, для того, чтобы они могли только заниматься своим любимым делом. Поэтому проблем с ремонтом робота у них никаких не возникнет. Они выступят и впоследствии на других наших этапах. Вообще, битва роботов сейчас проходит в формате национального чемпионата по спортивным боям. Команд, около 60 команд по всей России, которые будут вражаться в разных городах и регионах России. Я смотрю, у нас тут уже намерился победитель. Я думаю, что все-таки подробный робот, он обязательно одет в победу. Ну, а я хочу вам показать еще, что здесь происходит в этом нано-городе. На самом деле, здесь, конечно, есть несколько тематических зон. Но вот так уж получилось, что роботы, они все-таки приколывают максимально внимания, собравшись здесь. Больше всего около этих станций людей. И есть роботы здесь более миролюбивые, мне кажется, они поменьше. Это радиоуправляемые роботы, которые создали разработчики. Это такой авторский проект, и, как говорят авторы этих роботов, что подобного в России точно нет. Сделаны они из лего и магнитов. И вот с помощью специального пульта можно ими управлять и устраивать тоже такие свои небольшие поединки. И, конечно, детям это очень нравится. Но у нас есть представитель компании, которая как раз занимается разработкой этих роботов. Вот скажите, почему снова драка? Ну, неужели нельзя сделать роботов, например, которые танцуют, устраивают танцевальные панцы или что-нибудь на подобии? Потому что это очень интересно. Здесь нет никакой агрессии, никакого насилия. Здесь происходит драка на роботах лего с использованием магнитов. Соответственно, они разваливаются на кусочки, и у детей ассоциируется всё не с войной, а именно с игрой на роботах. Это даже лучше, чем приставка, чем какой-нибудь Mortal Kombat с ярким насилием. Здесь всё у детей становится... Война ассоциируется с игрушками. Спасибо. Я действительно надеюсь, что ассоциации будут только положительными. Ну, и я отмечу ещё, пожалуй, одну такую станцию вам напоследок, чтобы показать, что здесь действительно в наногороде есть разные технологии, которые представляют различные компании. Ну, например, биометрический тест. Здесь предлагают пройти по отпечаткам пальцев. Вот просто садятся ребята, прикладывают к специальному устройству свои пальчики, и за несколько минут буквально раскрывают их потенциал. Ну, по крайней мере, так говорят представители компании, помогают детям определиться с профессией, с образованием, с будущим. Ну, и я... Хотя у меня уже есть и образование, и профессия, тем не менее, я тоже прошла этот тест взрослым, тоже можно его пройти. Мне выдали такую вот сокращённую версию моего биометрического отчёта. Ну, и что я могу сказать? Вот до 60% я коммуникатор, как сказали мои отпечатки пальцев. Ну, значит, наверное, я всё-таки работаю в своей сфере. Катрия, тебе слово. Настя, ну, у вас там такой драйв, что я смотрю, вам даже нано-кофе не нужен. Хотя я бы вот не отказалась, знаешь, с утра такого вот. Непонятно, какое у него действие. Спасибо тебе большое. Наша корреспондент Анастасия Тимоничева работает на московском фестивале «Наногород».